Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Открытая студия». С вами я, ведущий Сергей Курбан. И сегодня у нас в гостях председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Северодвинска Николай Спирин. Николай Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. В преддверии Нового года мы начинаем подводить итоги. Сегодня разговор пойдет о самых насущных проблемах и задачах, которые стоят перед городом и жителями Северодвинска. Работа жилищников, дороги и планы на следующий год. Что сделано и что еще предстоит сделать. Напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Ваши вопросы гостю можно задать по телефону 50 30 08. Итак, первый вопрос. Наверное, самый важный, я думаю, для и горожан, и для наших телезрителей. Какова судьба дома на Ленина 5? В последнее время очень пристальное внимание приковано к этой теме, поскольку 18 числа состоялось заседание Международной комиссии, где принято решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Как не хотела комиссия рассмотреть с разной стороны этот вопрос, но люди выступали из-за другой принятия решения. Но когда объективно рассмотрели картину состояния конструкции этого дома, то все пришли практически к одному решению. Другого решения принимать было нельзя. Но это не означает, что это истина последней станции. Собственники вправе, если они не согласны с этим делом, а протестовать это через суд и принять другое решение. Но в данном случае специализированная комиссия, которая приняла такое решение, является основанием сегодня для рассмотрения в судебных делах и решения других вопросов, которые касаются имущества собственников. То есть точной даты не назначено? Нет, этот вопрос, он непростой. Значит, у нас практика есть такая уже. Это мы проходили и с Торцевой 9, и с Железнодорожной 4. Поэтому я думаю, что этот вопрос в любом случае займет не один год. О причинах обрушения мы сейчас можем говорить уже? Ну, о причинах обрушения на заседании Межрежедневной комиссии было сказано. Их в общей сложности там порядка 35. Но если обобщить и сказать, основная причина это старость. То есть здание было уже изношено? Ну да, такие здания, как правило, проектировались до 100 лет, они кирпичные. Но зданию уже больше 60 лет. Учитывая, что когда посмотрели и делали детальное обследование состояния кирпича, как он был изготовлен, сам цементный раствор. Поэтому пришли к выводу, что в тот момент не было таких хороших современных технологий. Неизвестно, какие были погодные условия в момент кладки кирпичной стены. Поэтому дефектов выявлено было очень много. И стены приобрели, как бы сегодня не только цокольная часть стены, а фактически, можно сказать, да, кровли. Стены имеют так называемый жидкий характер. Значит, есть опасность, что просто они будут обрушаться. То есть здесь, получается, речь идет и об ошибке и строителей, и проектировщиков. Ну да, если на тот момент, 60 лет назад, считали, что это, наверное, самое хорошее и грамотное техническое решение, но жизнь показала, что, наверное, не все было задумано, по крайней мере, сделано так, как хотелось бы. Да, поэтому вот вся эта совокупность всех этих ошибок, она привела к тому, что мы имели такое ЧП в августе месяце. Как здесь проявили себя жилищные организации, то есть жилищники сами? Ну, если в целом говорить вот об этой ситуации, то я хочу сказать, что в данном случае управляющая компания, которая возглавляет Ольга Николаевна Морзунова, и в момент ЧП, и в последующие месяцы работы, она, конечно, проявили себя на, я бы сказал, на высоком уровне, вот, и выступали активно, с инициативой, и создавали все условия для работы меж, значит, вот этой группы, которая у нас работала по контракту для обследования, детального обследования и визуального обследования дома. Ну, и вот подводя тогда итоги года, можно ли выделить сейчас в Северодвинске какую-то, может быть, не лучшую, но ту же личную организацию, которая проявила себя, ну, может быть, как-то лучше других, или какие-то, может быть, в общем по вот жилищным организациям? Ну, я хотел бы напомнить, что у нас сегодня всего 34 управляющих компаний, но определяющим являются 6 муниципальные предприятия, а остальные 28 компаний, это компания с долей 25% этих же управляющих компаний. И они являются частными, считаются частными, соответственно, закону 185-й федеральной, в развитии которого мы получаем деньги из фонда реформирования ЖКХ. Говорить и выделять сегодня какую-то компанию сложно, почему? С одной стороны, они все являются управляющими компаниями, но у них, значит, разное количество жилого фонда, да. Жилой фонд по своему качеству тоже разный, построенный в разные годы. Есть предприятие такое, как «Красвет», у которого очень много деревянного жилого фонда. И вообще, если говорить о деревянном жилом фонде, у нас сегодня порядка домов деревянных 300, из них 70%, это больше 230 домов, считается ветхим. И сегодня вот одна из главных проблем, это проблема, которую нам нужно переселять львы из ветхого и аварийного жилья в новые социальные дома. Сейчас мы вернемся к этому разговору. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. У меня вопрос Николаю Александровичу. Задавайте ваш вопрос. Николай Александрович, беспокоит вас жительница острова Ягры, Мира-15, 6-й подъезд. Меня зовут Ольга Федоровна. Скажите, пожалуйста, каким образом можно добиться, чтобы выполнили ремонт в нашем подъезде? Потому что подъезд в ужасном состоянии. Ремонта не было более 20, может быть, я даже оживаю, 25 лет. Мы писали в нашу организацию, которая управляет, но ответа так и не дождались. Я хочу сказать, что вы правильно обращались в эту управляющую компанию. Она должна была вам ответить. Почему не ответил? Я завтра будет у нас в 8 утра совещание, я с директором переговорю на эту тему. А вообще в управляющей компании есть у них перечень объектов, где они выполняют ремонт подъездов. И я могу сказать, что каждая управляющая компания за год бывает от 50 до 70 подъездов выполняет. Другое дело, что не в каждом доме подходит определенная очередь. И тут многое зависит от чего. На каждый сегодня дом существует свой финансовый паспорт. Если в соответствии с договором управления деньги на текущий ремонт были запланированы куда-то на другое установку домофона, ремонт кровли, герметизация швов на фасаде, то деньги были потрачены на год. Если все эти факты при подготовке к зиме отпадают и не нужно готовиться к зиме, то есть швы делать, остекленения заменять и прочее, то деньги остаются. И в соответствии с решением собрания собственников, управляющая компания может эти деньги пустить на ремонт подъезда. Стоимость ремонта подъезда сегодня составляет от 100 до 150 тысяч. Конечно, сумма приличная. И не всегда этих денег хватает в счет тех платежей, которые ведут собственники сегодня по договору с управляющей компанией. Как в этом случае можно поступить? Управляющая компания в любом случае должна была отдать ответ и объяснить, что деньги направлены туда, да и денег нет. Если все-таки собственники, особенно проживающие в этом подъезде, настаивают на том, что нужно это сделать, нужно было сделать расчеты, показать, сколько нужно денег собирать в каждой квартире для выполнения вот этого решения и ремонта подъезда. Такие у нас примеры есть, и в принципе вопрос решается. Вернемся тогда к нашему разговору о управляющих компаниях. Можно ли выделить какие-то достижения, которые как-то они себя проявили? Может быть у кого-то появилась новая техника? Может быть кто-то где-то лучше выбирал других? Или невозможно об этом говорить? Ну, в общем-то, конечно, они с одной стороны управляющие компании все работают ровно, и мы их собираем каждую неделю, порой бывает не по одному разу, но в то же время каждый директор, который стоит во главе компании, это личность, да? Эта личность, она своеобразная, и, соответственно, каждый корабль с своим капитаном идет своим путем, поэтому все равно отличия определенные есть, мы эти отличия наблюдаем, и самое лучшее, что в этих управляющих компаниях появляется, мы пытаемся этот опыт обобщить и привлечь внимание других директоров для того, чтобы в этом направлении работать. Я хочу сказать, что, значит, на каждый год управляющая компания разрабатывает так называемые производственные программы. Эти программы утверждаются, проходят через комитет, через наши экономические и финансовые службы, и я их утверждаю. В этих программах мы всегда предусматриваем мероприятия, связанные с развитием производства, в том числе с приобретением новой техники, то бишь трактор или какие-то другие технические устройства, которые позволят несколько повысить уровень оказания услуг для населения в честь того же, например, технического осмотра или освидетельствования каких-то дефектов дома, или позволят улучшить уборку внутридомовых территорий. Ну, такие примеры есть у нас, например, есть предприятие МПЖРЭП, Сергей Сергеевич Риченко первым, значит, среди предприятий приобрел, так называя навесной обороны, называется льдооскалыватель. Вешается вместо щетки на трактор и в квартальных проездах, когда колдобина появляется, получается очень эффектно, это работает механизм. Значит, другие директора тоже, глядя на это, сегодня присматриваются и будут смотреть, покупать, не покупать. Ну, надеюсь, эти покупки как-то действительно облегчат жизнь северодвинцам. Да, конечно. Вообще, о главных достижениях года по вашему комитету, в целом по городу, о чем можно сказать? Ну, если закрыть тему с управляющей компанией, я бы хотел сказать, что, в общем-то, они все достойно отработали год, несмотря, конечно, порой на критику жителей города и управляющей компании, но без этого нельзя. Производство есть производство. Каждый день что-то случается, где-то авария, где-то что-то. Честно говоря, инженерные сети у нас достаточно старые, изношенные, которые в самих домах находятся. Поэтому это будет происходить. Будет происходить и было, и будет от этого нам никуда не деться. Что касается, вот, подводя итог 2012 года, самое главное в работе жильщико-коммунального хозяйства, я хочу сказать, конечно, мы должны, наверное, вернуться несколько назад и вспомнить, как шла подготовка к Дню Победы и к Дню Города. Это связано с подготовкой набережной после того шторма, который был у нас в ноябре прошлого года. Это и набережная, это и мемориальный комплекс. Ну, а дальше, конечно, вы знаете, что в городе происходили и другие мероприятия, позволяющие, значит, сегодня сказать и дать оценку тому, что город преобразился. Это вы видите, в какую форму привело Архангельское шоссе. Мы фактически поимели законченный цикл от морского до выезда в Архангельск. Сегодня прекрасная трасса, шоссе с четырьмя полосами. Сегодня оно приводится, я бы сказал, в порядок. Несмотря на те замечания, которые есть, мы к этим замечаниям будем весной возвращаться. И с подрядчиками, которые сдавали, будем работать. Есть там недоработки, мы их знаем. Но сегодня мы стараемся к Новому году как-то украсить. Поэтому сегодня вывешиваются конструкции новогодние. Они уже зажигаются, кто-то ездил, видел. И в этом направлении мы идем. Ну, а также я хочу сказать, что в городе порой люди ходят, не замечают. Но в городе много еще произошло и хорошего. Мы все говорим, порой о центре города, Архангельское шоссе. Взять спален район, так называемый. Мы в этом году сделали большую работу, которую 20 лет не делалось. Это практически от улицы Победа до юбилейной. Лебедева, в районе, где магазин Лебедев-8, установили 21 светильник большой. И там сегодня вечером очень прекрасно можно ходить и гулять. И жильцы, в общем-то, выражают большое спасибо тем, кто это сделал. Ну, сделали, соответственно, предприятие нашей Горсвета, выполняли. Мы 20 лет не было освещения. Бывший Олег Героев на труда тоже восстановили там освещение. Поставили светильники. И сегодня люди тоже могут там и молодые, и люди в возрасте гулять, и беседовать. И, в общем, тоже место хорошее. Мне очень нравится замечательное место. Это вот от Бойчука до Гагарина, где здание администрации. Вот это сквер замечательный. Потому что я помню, когда был молодой и приехал в Сиротинск, там вообще было болото, стоял полуэкипаж военный, и ничего не было. И сегодня там такие прекрасные березы, такие скверы. Мы тоже в этом году в этом сквере заменили все светильники. Если кто обратил внимание, там стоят совершенно новые светильники и круглые шары. Но эти действительно работы сделано много. Я думаю, что горожане действительно видят то, что происходит на улице. Давайте послушаем нашего телезрителя. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Хорошо. Добрый день. Добрый вечер, да. Это житель Поленина, 19, Смагомбетов. Зовут меня Николая. У меня вот такой вопросик, Николай Александрович, к вам. Даже два будет вопроса. Скажите, вот у нас недавно было собрание жильцов с управляющей компанией. И, соответственно, у нас в Арзенову было на собрание. Предлагается за счет жильцов обследовать дом Поленина, 19. И предлагается какой-то коммерческой фирме это сделать. Насколько вот это все правомощно? И будут ли действительно вот эти обследования какой-то коммерческой организации этого дома? И второй вопрос. Наш дом находится более 60 лет без капитального ремонта. Значит, состояние канализации, состояние водопровода, значит, электро, вот, всего хозяйства, ну, во-первых, без ремонта, значит, ветхое. И, значит, предлагается установить счетчики общедомовые, да? Вот, как быть вот с этим? Мы готовы установить счетчики, но мы предлагаем сначала выполнить ремонт хотя бы вот этих всех коммуникаций. Спасибо за вопрос. Я могу ответить на вопрос. У нас остается немного времени, поэтому я думаю кратко. Значит, я хочу кратко сказать, что у нас практически сегодня все организации коммерческие, которые работают. Я считаю то, что предложило предприятие в лице Ольги Николаевны Ворозунова, это справедливо. И действительно мы рекомендуем, чтобы собственники нанимали организации, которые сделали детальное обследование. Ждать не надо милости от природы, надо, значит, своими усилиями, своей энергией добиваться того, чтобы здание, в котором ты живешь, бережно к нему относиться и смотреть, в каком состоянии это здание. Это все нормально. Что касается второго вопроса, я хочу сказать, немножко путь тупиковый, значит, ждать капитального ремонта. Это очень большие деньги, и они быстро не появятся. То, что сегодня происходит с установкой приборов учета, это абсолютно правильно, их надо ставить. Поскольку вы знаете, что какие бы старые трубы ни были, они не текут у вас, они все равно, есть обслуживающие организации, мобильная бригада у них есть, которая смотрит за состоянием этих инженерных сетей. Если прибор какой-либо будет стоять, все равно потребление воды будет регулироваться. И это вообще вещь и направление правильное. Давайте, у нас есть еще немного времени, давайте поговорим о ремонте в целом дорог по городу. Что за этот год сделано и какие планы на следующий год? Будет ли это ямочный ремонт или же, может быть, где-то масштабная реконструкция планируется? Ну, по комитету ЖКХ, если вот сказать, средства, которые идут через наш комитет, значит, я уж не говорю сегодня там про ремонт картами и то, что у нас с турбами делалось содержание дорог. Есть вот такие знаковые места, значит, я бы ответил, что комитет ЖКХ тоже финансирование прошло около 30 миллионов. Это участок дороги от Беломорской вахты до развилки Ноягры, Рахаминск, Шоссе, это вот выполнялся этот участок по контракту с комитетом ЖКХ. Комитет ЖКХ, кто еще не обратил внимания, некоторые с иронией подходят, но это очень важная проведена работа. Мы сделали дорогу на строительное кладбище, значит, весной там будет сделана разметка и, в общем-то, я хочу сказать, это тоже очень важное и хорошее дело. Что касается перспективы 2012 года, я хочу сказать, что, конечно, небольшими средствами мы располагаем, но сегодня мы уже запускаем контракт на разработку проекта с медиодокументацией. Это ремонт дорожного полотна проспекта Труда от Первомайской до улицы Ломоносова. Этот участок довольно пользуется спросом автолюбителей и вообще транспортная артерия такая насыщенная. Участок дороги сегодня в неважном состоянии. Я думаю, что это ощутимо улучшит состояние нашей городской дороги в 2012 году. Что касается других направлений, значит, у нас запланировано порядка 40 миллионов рублей, это на ремонт картами. Ну, картами, знаете, кусками, большими кусками по площади делается ремонт картами. Значит, в таком же объеме около 30 миллионов остается финансирование на ремонт машинными двумя турбами. Я думаю, что с помощью вот этих направлений, которые финансовые, мы не хуже, чем в 2012 году сможем содержать наши городские дороги. Честно, значит, не кривя душой, я хочу сказать, что, конечно, денег не хватает. Значит, это у нас сегодня две главные проблемы в городе, значит, это у нас переселение людей из ветхого и аварийного жилья в дома социального типа, поскольку очередь уже порядка 600 человек стоит по решению суда. Это больная очень проблема для города, для всех. И второе, это направление, конечно, дороги. Но мы должны жить по нашим средствам. Сегодня вопрос этот пока никак не решается. Но я хочу сказать, что администрация активно работает и на уровне федеральном, и на уровне субъекта федерации, и с губернатором, и с депутатом государственным в части того, чтобы привлечь различные инвестиции, войти в различные федеральные программы и привлечь и потянуть деньги в город Сиранинск. Кое-что получается, кое-что и находится сейчас в работе, и рано об этом говорить. Но я хочу сказать, что мы не сидим сложа руки, работаем в этом направлении очень активно. Давайте послушаем еще один звоночек от нашего телезрителя. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Я хотела бы узнать, за чьи средства должны устанавливать световое освещение на территории детских садов. Ну, в частности, есть золотой ключ и корпус 2. Просто дети не имеют возможности вечером гулять, потому что темно. Ну, здесь вопрос, как задан, так и ответ такой простой. Все, все детские сады и школы, все это входит в структуру управления образованием. Поэтому вопрос к ним, и они должны решать это, именно писать заявление, смотреть. Но вообще, на любой детский сад существует проект. Если проект нам предусмотрено освещение, значит, оно должно быть. Если не было, наверное, там освещенность достаточно. Если появляются какие-то новые требования, надо рассмотреть Сергею Григорьевичем Попове. Я думаю, что вопрос будет как-то решен. Мы, в основном, как комитет ЖК, мы отвечаем за магистральное уличное освещение, дворовую территорию. То есть, все, что касается детских садов и школ, это уже относится к другому управлению, управлению образованием. Ну что ж, спасибо за ответ. Время нашей программы истекло. Достижения у ведомства ЖКХ транспорта и связи за один год их предостаточно. Это без труда заметят и горожане. Однако наши дома и дороги не молодеют. Работы предстоит еще очень и очень много. Спасибо за то, что вы сегодня посетили нашу студию. А телезрителям я напомню, что программа «Открытая студия» также выйдет в следующий четверг в прямом эфире. Этот выпуск вы можете найти в интернете, адрес на ваших экранах. С вами был Сергей Курбан. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»